Одесса взбудоражила ночная стрельба. Вооруженные разборки развернулись в подпольном казино. Все как в криминальных блокбастерах. Что произошло на этот раз и как местные власти намерены бороться с разгулом преступности, далее в репортаже. Все произошло вчера вечером в спальном районе Одессы. В подпольном казино иностранец выиграл крупную сумму 260 тысяч гривен. Но заведение выдавать ему деньги отказалось. После ссоры обе стороны вызвали подкрепление. Началась массовая драка, прогремели выстрелы, но обошлось без пострадавших. В полиции говорят, еще выясняют обстоятельства произошедшего, поэтому детали не уточняют. Тем не менее, практически одновременно одесские правоохранители отрапортовали. В ходе спецрейда по незаконным игорным заведениям закрыли сразу 16 нелегальных казино. Изъяли около 200 компьютеров, документы и квитанции. Вообще в Одессе подпольные казино все чаще упоминаются в криминальной хронике. Так, недавно неизвестные дотла сожгли одно из таких заведений, а заодно и соседние квартиры ни в чем не повинных людей. По данным полиции, всего в городе функционируют около 200-й горных залов, прикрывающихся вывесками лотерея или спортлото. Правоохранители обещают, борьба с ними станет одной из приоритетных задач. Есть разные крыши, которые легализуют их в правом поле. Влиятельные лица, скажем так, имеют к этому отношение, поэтому есть сопротивление определенное, которое надо проходить, ломать и так далее. Но, тем не менее, мы будем избавляться от этой заразы. Никакого компромисса. Напомню, проигрыш крупной суммы денег в казино является по одной из версий причиной кровавого убийства одесского бизнесмена Александра Ряжева. Его автомобиль неизвестный расстреляли в центре Киева в эту среду. Ряжев из Одессы перебрался жить в столицу и, как говорят люди, знавшие его, коммерсант был большим любителем азартных игр. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер.